Всё ещё не Клауд Ликвид, а Маус против Ару. Как всегда, вначале покажем вам турнирную табличку, которая должна быть обновлена. Ну, по-моему, она немножечко неправильная. Сейчас посмотрим, обновилась она или нет. Я сколько не смотрел. Вичи Гейминг 5-1, ну, по-моему, Вичи-то 6-1. Они тоже седьмой свой матч сыграли против Фнатиков, их одолели. Не уверен. Сейчас мы обязательно этот вопрос уточним. И, как видите, Муза только что играли с Team Decay. Team Decay вчера со счёта 0... Ну, сначала они победили, потом 3 катки слили. И сегодня они одержали аж целых 4 победы подряд. Если я всё правильно... Нет, 3 победы. Вчера началась их победная серия с победы на The Lions. Сегодня они одолели Arrow, Cloud9 и Moussports. И сейчас играют в свою последнюю игру. Дня против Empire. У нас же ещё предстоит нам посмотреть Na'Vi LGD и Empire Invictus Gaming. Это две заключительные игры. Перед этим Cloud9 Team Liquid. Также очень интересная игра. Но сейчас битва за последнее место. Фактически 7 поражений. Это уже почти половина матчей. И на данный момент Arrow реально рискует распрощаться со всеми своими шансами на попадание куда бы то ни было. Единственная игра, когда они приблизились к победе, это была игра против Decay, что самое удивительное. С LGD также была у них борьба. Но вот сейчас реальнейшие шансы победить. Итак, Moussports. Moussports пикали вторыми, кстати говоря. Moussports у нас забирают Shadow Shaman и Brewmaster. Arrow Gaming отвечают Enigma и Skyros Mage. Enigma и Skyros Mage очень неплохой совместный винрейт. Имеют, если я не ошибаюсь? Да, 64%. Очень неплохо друг с другом работают. Что же касается Brewmaster, топовый герой турнира, как мы видим. Всего на Brewmaster у нас сыграно 279 матчей. Вообще в доте, в компетенте в доте. И винрейт у него ниже 50%. Я так понимаю, играть на нем скорее всего будет Fata. Посмотрим на его Brewmaster. Вот так вот у нас выглядит статистика Brewmaster на турнире. 15 игр, 8 побед, больше половины. Но Fata, кстати, на Brewmaster не играл. Возможно. Да, Mouss играет на Brewmaster в мусах. И как мы видим, винрейт у него отвратительный. 16,7%. Это не винрейт. Это лузрейт скорее какой-то. Морф, Тинкер, Нага, Сирена и Ликан банят мусов. Ну, тролля во второй стадии забанили Эру. Начали с бана Дума и Дайтхантера. Интересное решение. Именно Дума и Тайт. Ну что ж, Мирана от Moussports. Как мы видели, у Пайката это один из лучших героев. Мирана для Пайката МСС на Brewmaster. Я так понимаю, Мизери на Шадоу Шамане. Или пас на Шадоу Шамане. У Эру гейминг Венигма и Скайрс Мэйдж. Да, ну, на самом деле и у Музов, и у Эру, еще раз повторю, тяжелейшая турнирная ситуация. Одна победа ничего не изменит. Самое печальное для этих двух команд, что кто бы здесь не победил, эти очки не будут такими супер ценными, потому что обе команды занимают последнее место. И по факту это и для Эру, и для Маус это самый легкий соперник на турнире. Все остальные идут гораздо лучше. Так, должны были вроде как обновить сетку. Вот, сетка обновилась, теперь она наконец-то корректная. Вичи Гейминг со статистикой 6.1 возглавляют турнирную таблицу. Большие молодцы китайцы. Проиграли они только Нави, нашим Нави из СНГ. Как вы видите, Нави проиграли уже третью игру. Титан, по-моему. По-моему, Фнатик. И третье поражение было только что в матче против... Evil Genius. Ну и за первое место пока борьбы такой нет, а вот за второе место сразу три команды борются. Invictus Gaming, Liquid и Titan. Напомню, что первые два места выходят сразу в решающую стадию турнира. Поэтому борьба будет нешуточная. Но пока... Ну, буквально одно поражение, и ты сразу скатываешься на несколько позиций вниз. Два поражения, и ты на девятом месте. На девятом виртуальном месте. Это не очень круто. Четвертый пик от Mousesports. И это Elder Titan. Вчера LGD играли у нас с Elder Titan. Две игры, 50% винрейт у Elder Titan. Не самый лучший, но и не самый худший. Но можно сказать, что Elder Titan достаточно редкий гость в доте. Две игры, 50% винрейт у меня, и не самый лучший, но и не самый лучший. Ну что ж, Разор. Разор от Arrow Gaming и четвертый их пик. Пока что очень выглядит соответственно нынешний Метя, скажем так. Да и у Музов, в общем-то, те герои, которых сейчас очень-очень часто берут. Пока что Invictus Gaming, по-моему, и Vici Gaming отличились тем, что играли через Алхимика. В свою очередь, Na'Vi были замечены за игрой на Снайпере и Огре Маги. Ну, на Снайпере у них все не так здорово, как могло бы быть. Нейчерс Профит от Arrow Gaming. Тинкер Сирена в бане. Это топовый герой DDZ. DDZ это главная звезда этой команды, и... Все верят в то, что DDZ может потащить. И что у него там большое будущее в доте. Просто команда не позволяет ему раскрыться. Ну, не знаю. Да, он действительно неплох. Вот что я могу сказать. DDZ хорош. И Фейсли Своид отправляется в бан. В Райс Кинг. Забавно. В параллельном матче, где Эмпайр играют с Дикей, Эмпайр играют с Задайр, и у них тоже Энигмы с Кайрос Мейдж первым пиком. Но там совершенно другая игра от Дикей. Не так много времени остается. И это инвокер от DDZ. Тот инвокер, который... Ой, инвокер не от DDZ. Это инвокер от Маус. Маус инвокер, скорее всего, от Фаты или от Пиджея. Да. Сегодня действительно Эррогейминг играли через инвокера, и он был действительно очень-очень неплох. Ваши ставки 73% верят в победу Маус Спортс. В то время как 26, почти 27% ставят на Ару. Ну, Ару совсем печально, согласен, себя показывают. Ну что ж, 10 секунд на последний пик Эррогейминг. Это Драгон Найт. От DDZ. На ДК я его, честно говоря, не помню. Сейчас мы посмотрим. Да, действительно, не был замечен на Драгон Найте и DDZ. Ну что, с почином можно его поздравить. Если никаких свапов не будет, то придется ему эту катку отыграть именно за ДК. 10 секунд на последний пик Эррогейминг. Достаточно неплохой взяли себе под пуш игроки команды Эрроу, Профит, Энигма и ДК. Но посмотрим, смогут ли они это все использовать. У музов, в свою очередь, Пиджей играет на Элдер Титане. Фата отправляется на Инвокере. Соло-мид Брюмастер от МССа. Саппорт Мирана от Паса. И Мизери на Шадоу Шамане. DDZ на Драгон Найте. Наверное, через быстрый Боттл. Лэнс на Разоре. Судя по всему, DDZ пойдет в мид. Лэнс останется на легкой. Мазун на Скайрос Мейджи. Джонни будет фармить лес. И Ксингзай на Нэтчер Профити на Харде. И обратите внимание, совершенно не ставят вардов. Энигмы в лес очень спокойно относятся к тому, что она там будет фармить. Их право. Но Энигмы в таком случае вынесет из лесу достаточно много. Тут уже ничего не поделаешь. Good luck, have fun. Желает Фата. В очередной раз саппорт Мирана. К сожалению, нельзя посмотреть на статистику, сколько раз именно саппорт Мирана проигрывал. Сколько раз она была пикнута. Но сдается мне, что на этом турнире большим каким-то винрейтом саппорт Мирана, в отличие от саппорта в Рейс Кинга, например, не обладает. Ну что. Мазун сразу же прочитал ситуацию, сбивает обсервер вард. Теперь понятие, где находится, кто вообще в чужом лесу у мазов не будет. Вард они поставили к себе на нижнюю руну. ДДЗ против МСС. Иллюзиями развлекает, кстати, очень неплохо пайкат. Он реально... Вот эти иллюзии доставят много неприятностей. В частности, не заспаунился один стак крипов, на втором были големы. Ну и на этом сатиры, в общем-то, Энигма выходит из ситуации. Немножко сбит тайминг, но в любом случае не очень сильно. Тут нет ничего страшного. Мизери. Мизери не дает отводить Нейчерс Профит. Это отличная игра от Ксингзай. Ксингзай испортил всю легкую линию Мазу... Мизери. Маус Мизери. Мазуну хотел сказать, но Мазуну нет. Мазуну у нас отводят вот здесь вот. ТДЗ уже с бутылкой, естественно, очень быстрый боттл нафармить. Для него не проблема. Ну и получает потихонечку экспириенс Ксингзай. Будет, наверное, играть через быстрые фейзы. Возможно, выйдет в какой-то Мидас. Фата. Экзортовый инвокер против Нейчерс Профита с сапогом. Не должен испытывать особых проблем с ластхитом. Собственно, он и не испытывает. Тем временем Мизери зашел за спину. Ксингзай, его поймали. Пошел санстрайк, эру, и ферстблад забирает пас. Отличная игра от Мизери. В смоках он обошел за спину. И убил. Профит тут же возвращается обратно. Он все еще первого левела, хочу отметить. Но саппорт это... Да, инвокер слишком далеко ушел. Придется теперь обходить. Вообще, сейчас Мизери может забрать инвис и еще разок так же Ксингзай попробовать принять. МСС 14-2. Мизери заходит на мид. Драгонайт 700 хп. Ну, 700 хп вряд ли получится. Хотя посмотрим. Санстрайк. Санстрайком можно. Эзершок. И DDZ также падает. Отличная игра от Мизери. Вот она, игра суппортов. Посмотрите, насколько жестко она решает. Только что мы смотрели две игры ДК, где саппорты сделали невероятный объем работы. Здесь фактически один Мизери. Забрал First Blood, помог забрать. И тут же сместился на мид, убил соло мидера. МСС получает преимущество. Хотя и так он, в общем, состоял чуть лучше против Драгоннайта. Тем временем Ланс прогоняет Пайката. Пайкат хоть и с сапогом, но отдает весь свой абсолютно урон с руки. Теперь у него этого урона нету. И добивать крипов очень тяжело. Мазон докрепливает точку. Джонни, естественно, будет приносить очень и очень много золота своей команде с помощью фарма лесного. Фарм лесной обыкновенный. Третий левел Нейчерс Профит. Есть уже пеньки. Ну и здесь, скорее всего, с выходом Энигмы с Разором и Нейчерс Профитом попробуют они забрать вышку Элдор Титана. Шадоу Шаман забирает Драгоннайта еще раз. Мизери просто красавчик. Да вот, ДК все еще четвертый левел, только лишь сапог, в то время как у Брюмастера уже практически шестой. Возвращается ДК. МСС пошел на топ, чекает руну. С руной ему не везет, но зато снизу заберет ее, скорее всего, пас, если только Профит не разобьет своим пеньком. Стрела. Ой, как попадает в Мазуна стрела. Дабл дэмэдж забирает Мирана. Конкассив шот, но он не поможет. Липс, Санстрайк. И последняя тычка. Пройдет ли мисс? Проходит мисс. Нужно отдаваться на Эншентах. Отдается на Эншентах. Попытка уйти с ТП и уходит с ТП прямо с хайграунда. Великолепная игра от Мирана. 4-0 Маус Спортс начинают очень и очень уверенно. И пик у них такой, что, в общем-то, они могут не оставить шансов своим соперникам в мидгейме. Брюмастер, инвокер. Очень сильный пик. Еще и Элдер Титан есть с инвокером. Великолепно сочетается. Фата пока что фармит себе мид. Да, с линией никуда не уходит, но остается достаточно полезен своими санстрайками. Пасс уходит вниз. Возможно, выбирает позицию для того, чтобы закинуть стрелу. Драгон Найт все еще не шестой, в то время как Брюмастер сейчас возьмет седьмой левел. Успевает разложиться очень здорово в ультимейт санстрайк в ДДЗ. ДДЗ получает очень много урона. Должен добивать его Брюмастер. Оставляет красную панду. Красная панда отстанивается. ДДЗ убегает на лоу хп. Здесь же Ксингзая, но Ксингзая должны поймать. ДДЗ уходит. Брюмастер не смог его добить. Тем временем на миде большие проблемы у Мираны. Пасс уходит. Здесь же МСС. МСС нету маны на клэп. Да и, в общем-то, кулдаун тоже не в откате. Все-таки забирают Нейчерс Профита по Икат и Мизери. И это еще один фраг. Чудом ДДЗ ушел. На самом деле, если Брюмастер не пожадничал, побежал туда еще каким-нибудь синим спиритом, который пару тычек с руки нанес, было бы все гораздо интереснее. В любом случае, 5-0 в пользу команды Маус Спортс. МСС великолепно сыграл. Все прочитал, что сейчас на него будут выходить. Тут же разложился в ульт. Мизери уже на топе. Розора. Готовы принимать. Санстрайк. Очень много урона. Розор получал Тезершок. Включает ультимейт. Умирает, но Мизери отправляется вследом. За ним в таверну. Здесь же Нейчерс Профит. Нейчерс Профит с Пауэр Трэдсом. Ну нет, здесь ничего не сделает Ксингзай. Шадоу Шаман, по сути дела, умирал бы от Плазмофилда. В любом случае, просто забрал фраг Ксингзай. Получил за него опыт. И 6-1 становится счет. 52 секунды кулдауну МСС на ультимейт. Здесь же Мизери. Ну, Мизери спалился только что. Я думаю, что это ему не помешает. Третьи криты и миссы. Тем временем, забирает Брюмастер. Дранкин Броулер. Так же это называется? Да. Пьяный мастер. О, Мизери, ты уже шестым левелом. Вот зачем он телепортировался сюда. И вышка терпит. ДДЗ рассчитывал наверняка сам поддавить Тауэр. МСС. Получает Сайланс. Нужно закидывать голубей. Будет ли Станчик? Будет Станчик. Шадоу Шаман. Хватает. Очень больно. Есть реген в бутылке. Мазун получает Клэп на половину ХП. Реген использует МСС. Регена мы чем-то сбили. А, скорее всего, дыханием Драгон Найта. Но в любом случае отпивается. И теперь есть ультимейт. Да, вышку забрать не смогли. Но сбили более чем половину Тавара. Сюда же Фаржа своего приводит Инвокер. Зачем-то. Бас оставляют на легкой линии подфармить. Что у нас с Инвокером? Инвокер уходит... Возможно, сейчас пойдет фармить какие-то леса с Мидасом и Фаржами. Почему бы и нет? Скоро будет два Фаржа. Да, скорее всего, так и есть. На госте Разор. Включает ультимейт. Пайкат нужна помощь. Будет ли какая-то помощь? Почему-то не закрывает спруты Ксингзай. Да, Ксингзай очень долго думал. Не смог закрыть спруты. Ну и как результат, спокойно Элдер Титан убежал. Даже без особой какой-то поддержки. Мизери выходит на Мид. Ему не дает эта вышка покоя. Определенно. У Брюмастера есть даггер. Ой, вот это для Элдер Титана сейчас шикарная ситуация. Вы посмотрите, какой урон у него будет с руки. Мне кажется, у него 200 урона с руки сейчас будет. 260 урона с руки. Охренеть. Давай еще. Разор уже почти в таверне. У Джонни тоже все плохо. Да, для отпуша линии, вот при таком пуше Элдер Титан, конечно, подходит отлично. Транквилы. Сол ринг. Восьмой левел, что очень много для Элдер Титана на такой минуте. Для хардлайнового Элдер Титана на такой минуте. Подчеркну. Эрроу попадает к Скинзая. Но как-то никто не решается его идти убивать. Зато Фата с Санстрайком убивает Драгон Найта. Да, вот в чем смысл этого был Санстрайка. Смотрим, Нейчерс Профит будет ли врываться. Нет, это слишком опасно. У Шадоу Шамана хекс, он просто захексит Нейчерс Профита. Еще одна. Боже мой. Ксингзай поймал две стрелы. Кулд снэп. Старшторм. Минус Ксингзай. 8-1, минус Вышка. Маус Спорт зарабатывают. Огромное преимущество. Плюс у них есть Герой с Мидасом. У Нейчерс Профита Мидаса нет. Драгон Найт. Нападение на Пайкаты. Есть какая-то ТПшка. Есть Инвокер. Смогут любить Пайката. Последняя тычка. Пайкат живет. Кулд снэп. Иллюзия Элдер Титана. Очень больно. ДТЗ маны уже нету. И ДДЗ умирает под иллюзией Элдер Титана. Какой рассказ наносит Санстрайк. Минус Мазун. Великолепная игра от Фаты. Все-таки чем-то Элдер Титана забрали. Я так понимаю, это был Нейчерс Профит. Да, Нейчерс Профит забирает Элдер Титана, который побежал по прямой домой. Но, тем не менее. 3.05. У Инвокера почти 11-й левел. Мидас 2.800. И сейчас полетят вышки. Телепортируется сюда Мирана. 34 секунды для массовых вардов у Шамана. А Брюмастер со своим Даггером и 9-м левелом. Инвокер, конечно, топовый. У него скоро 11-й левел. В то время как у Брюмастера... ...только скоро 10-й. Хотя у Брюмастера-то в этой игре все очень хорошо. Шадоу Шаман готов поставить варды. Летит сюда также Брюмастер. Выходит Энигма. У Энигмы нету Мекки. За 11 минут фарма в лесу. Фрифарма в лесу. У Энигмы до сих пор нету Мекки. Печальная история. Джонни спрятался за елку. Его, по-моему, здесь даже и не видно. Возможно, будут через Мунлайт Шадоу заходить стрела. Они попадают в ланса. Брюмастер. Залетает. Ультимейт в никуда абсолютно от Скайрес Мейджа. Ну и разменяли клэп на ультимейт Скайрес Мейджа. Спокойно падает вышка. Ульт Нейчерс Профита. Да, больно игрокам команды Маус. Мизери. Пополняет ХП с бутылки. Кто-то ему пополняет ХП с бутылки. А тем временем Нейчерс Профит пытается ответный пуш организовать. Летит сюда инвокер. У Ксингзая могут быть проблемы. Это была очень оптимистичная попытка сделать телепорт от Ксингзая. И тем временем, пока Фата зарабатывает доминейтинг, МСС разложился в ультимейт. Забирают двух героев. Блэкхолл не был потрачен. Мизери. Пытается убежать. Мизери. Да. Попытка была неплохая. Но слишком много здесь было врагов. В любом случае, минус вышка. Минус три героя в размен на одного Шадоу Шамана. И, скорее всего, упадет еще одна вышка. Прокаст инвокера магический. Его урон под иллюзией Элдер Титана реально хорош. Минус вышка. Иллюзия Элдер Титана идет дальше. Набирает силу. Так, как же много урона. МСС. Получает конкас сившот. Неинтересно МССу с конкас сившотом у него, потому что хаста. Сюда же перетягивается пас. Ну и остается только Мизери дождаться, который, скорее всего, пойдет в мид. Я так понимаю. Да, он купил арканцы, купил себе Блинк. Мунлайт Шадоу. На Шадоу Шамана заходит. Холл снэп. Ланса проблемы. Какой урон под Элдер Титаном наносит МСС? Почему же так редко пикается этот герой? Стоят ворды у Мизери. Проблемы. Будет ли Блэк Холл? Стерли Мизери в секунду. Отменяют телепорт. Потому что Блэк Холл будет очень и очень жестким. Элдер Титан раскастовал свой ультимейт. Ни в кого не попадает. Забирает всех крипов. Здесь уже иллюзия Элдер Титана. Кстати, никогда не делайте подобным образом. Сейчас расскажу почему. Что с Тимберсо, что с Элдер Титаном. Когда вы делаете телепорт, убедитесь, что Спирит при вас и что Чакрам при вас. Потому что можно раскастовать. Допустим, у вас Элдер Титан. С Тимберсо такая же проблема. Вы кастуете иллюзию. И в этот момент летите в драку вот сюда. Вместо того, чтобы в драке давать прокасты иллюзии. Вы ждете, когда ваша форма перейдет к вам через всю карту. А это порядка 20 секунд, мне кажется. И это может реально стоить иногда игры. Вот сейчас Спайкат такую же допустил ошибку. Никакого плюса от того, что эта иллюзия наберет какой-то там дэмэдж не будет. Ну, в одном из 50 случаев можно поставить где-то здесь иллюзию. Она пройдет через всю карту, за день всех героев 50 патчей крипов и даст вам 1000 урона с руки. На несколько секунд. Чекнули Рошана. На Рошане никого. 14-4. Мауза уверенно ведут к победе. Да, Эрл Гейминг вообще расклеились. Полностью расклеились Эрл Гейминг. Все у них очень и очень печально. Если они проиграют 8 игр подряд, можно будет с уверенностью говорить. Я пытаюсь посчитать, сколько игр нужно проиграть, чтобы гарантированно уже никуда не попадать. Ну, по-моему, 10. Если ты проигрываешь 10, то все. То уже ни при каких раскладах на 10-й позиции ты не окажешься. Скорее всего, здесь будет такая ситуация, что 8 может хватить. Ну, уже какая-то игра престижа нужна, что ли, Эрл Гейминг. Представляете, у Эрл Гейминг будет 0.15. Ой, 0.14. И они обыграют каких-нибудь в последнем туре. А с кем они играют в последнем туре? Находят ДДЗ. У него, естественно, ничего нету. Ну, Shadow Шаман. Брюмастер, Глэб, ДДЗ закидывают. Живет Мизери. Здесь же подходит Nature's Profit. Делает одну тычку, не успевает его поднять в воздух. Камень нужно закидывать в ДДЗ. Камня тоже нету. Зато с Сингзаем разобрались очень быстро. Фата делает мега килл. Вот, Empire Arrow Gaming. И Вичи Гейминг Arrow Gaming. Да, последняя игра Вичи. Представляете, Вичи идут уже на первом месте. И вроде им ничего не мешает. Их соперники наступают им на пятки. Но остается последняя игра, которую, если они выигрывают, они наверняка в топ-1. Если проигрывают, то переигровки с тремя командами. Arrow Gaming обыгрывают в последнем матче Вичи Гейминг. Переигровки Вичи проигрывают. А потом вылетают с турнира. Ну, короче, такое. Я думаю, вы поняли. С фантазией у меня все в порядке. Отменяют телепорт, естественно, Фата. Его тут искали. Конечно же, отменяют. Элдер Титан. Клэпнул. Топнул. Есть форстаф у Элдера Титана. Вот это практически оптимальная раскачка. Посмотрим. Скайрос Мейдж умирает. Такое ощущение, что он умер от своего собственного ультимейта. Брюмастер просто отсюда уходит. У него 40 секунд еще нет ульта. Ну и догнать инвокера проблематично. Практически оптимальное не в плане скилл билда, а в плане того, что ему бы еще один левел получить. Будет второй Earth Splitter, второй стан. И это очень круто. Первый Earth Splitter так себе. Да, на самом деле, и второй тоже. Вот третий. И четвертый стан. Вот это вообще просто. Элдер Титан на 16 левеле очень крутой герой. Миран оформит себе форстаф. Четыре смерти у Мизери. Но Мизери выполнил реально огромный объем работы. Четыре смерти у него, одна смерть у Пайката. Больше в команде Моу Спортс не умирал никто. Здесь Фата. МСС. Абсолютно неприкосновенно были. Почти 12 левел у Элдер Титана. Клэп. Эрроу. И Мирана спокойно забирает Скайрос Мейджа. Ну что, и заходят на хайграунд, судя по всему, Моуза. Да, у них есть Змейки. Правда, Змейки все еще первого левела. ДК ультует. Очень неплохой ультимейт Нейчерс Профита. Хороший стан от Элдер Титана. Сбиваются Змейки. Здесь же заходят Фаржи. На Змейки не действует. Миднайт Пульс. Брюмастер запрыгивает. Пошел Эрд Сплиттер. Нужно разбегаться. Да, Вышка, конечно, не ощущает ворды Шадоу Шамана первого левела. Но нереально слабенькие. Сколько там, 44 урона. Да. Последние ворды раза в три сильнее. Сингзай. Сингзай забирает его Мирана. Доминейтинг упаса. Еще и, скорее всего, подсейвит Мизери. Да, в Мизери подсейвили. Он уходит с блинка. И Вышечка. Вышечку можно заденайить. 10% хитпоинтов. Да, у Мирана, конечно, урона не так много. Джонни. Не дают ему выйти в лес. Здесь инвокер. Будет медосировать идолонов. Не будет медосировать идолонов. Самое приятное в Элдер Титане, что... Санстрайк. Чистый урон Санстрайка. Поэтому иллюзия Элдер Титана не увеличивает урон. Да, я параллельно поглядываю на матч Империи. Тут уже у нас, в общем-то, все ясно. Так вот. Была такая игра занимательная. Но там у Нигмы, по-моему, БКБ не было. Ну, в любом случае, даже если у нее есть БКБ, стоит команда А. Штурмует вот этот вот хайграунд. У соперника Энигма. Энигма не может дать Блэкхолл. Почему? Потому что как только Энигма дает Блэкхолл, Элдер Титан ставит свою иллюзию на голову. Элдер Титан вообще находится где-то там за спиной. То есть Элдер Титан здесь. Четыре героя здесь. Энигма здесь. Прыгает Энигма, он дает ей иллюзию. Делает клэп. И Блэкхолл заканчивается. Если Энигма все-таки соберет БКБ, он может дать Эрсплиттер. Ну, хотя, с другой стороны, Эрсплиттер-то 3-14 секунды, Блэкхолл идет 4 секунды, и Эрсплиттером сбить гораздо сложнее. Но, как бы, когда ты играешь за Энигму, тебе реально страшно. Ставятся очередные змейки. На этот раз змейки второго левела. Но на этот раз есть фортификейшн. Стрела попадает в Мазуна. Будет ли Санстрайк? Мазууууууууууууу! Бам! Мазуна разрывает на части Эрсплиттер в Skyrim Несчастного. Еще и Санстрайком сверху попалили. Стрела попадает в Ланса. Вот это стрела от пасса. И МСС! Блэкхолл! Но Блэкхолл! Тут же Мизери сбивает хиксом. Брюмастер раскладывается. Это минус 2. Это минус 3. Минус бараки, я думаю, это Гуд гейм Да, очень мало Пока что физического урона Очень медленно убивают бараки Конкассив шот, ультимейт Пас Попадает стрелой в ДДЗ Какой форстаф? Кто форстафнул? Я не знаю, если это был Скайросмейт, что он красавчик Нет, кто-то из маузов зачем-то Форстафнул, это было зря, Санстрайк попадает Мазуна Хватит убивать Мазуна Он реально не так Много плохого вам сделал Шадоу Шаман суицидится на фонтане Мазун умер 7 раз Причем из них, мне кажется, 6 раз Санстрайком Один раз Сёр Сплиттера Что-то типа того Не думаю, что чувствует он себя Очень-очень хорошо Да, Скайросмейт, когда тебя так вот месят Очень дохлый герой и Смотрите по Нетворцу ситуацию 12, 9, 7, 6 7, 7 И 7 только у Нетерс Профита Потрясающе себя ощущает Моуз Спортс Изи катка Ну что ж, может быть для маузов эта победа станет У них-то в принципе 6-1 Сейчас у них будет 6-2 И теоретически Уж за десятую позицию Они зацепиться могут Если сыграют Хорошо оставшиеся матчи Но вы понимаете Насколько тяжело Сыграть там 7 матчей И победить Ни одной команды не было Вчера, которая сыграла бы 5 матчей И победила Все соперники невероятно сильные Все друг друга обыгрывают Поэтому здесь, конечно Арки сложная задача Но Бороться нужно до конца По-другому никак Экхо стомп БКБ на Драгон Найт С другой стороны Если сейчас удастся Прямо вот в Блэкхолл Пятерых засосать Всех пятерых убить Доминейтинг Мираны Мега килл МСС И Если не ошибаюсь Викет Сик Сейчас у Фаты Это реально много денег Сразу начинают с Праймал Сплита ДК Прожимает БКБ Иллюзии Брюмастер сейчас умрет Такими темпами Нужно уводить Зеленую Панду Закидывает Булыжник Дает Клэп Пошел Эроу Как спасает Инвокер Ну ДДЗ в любом случае Отъезжает Монстр Келуфаты И падают Бараки Ромашки спрятались Паникли Лютики Но Малазийские болельщики Наверняка Могут быть Собой Все равно довольны Потому что Есть же еще Такая команда Как Титан Которая сейчас Играет С Инвиктус Гейминг И там игра идет Очень-очень равная Есть у Титанов Хорошие шансы Ну я думаю Что Выше десятой строчки Уж точно Поднимутся Титан Но Вторая Малазийская команда Традиционно В полной печали В прошлом году Были Это были Мувки По-моему ГГ Поздравляем Мау Спортс Вторая победа 0.8 Уэроу Следующая игра На этом стриме Cloud9 Team Liquid Я думаю Начнется она Достаточно скоро Но какой-то Перерыв Естественно Будет Никуда не отключайтесь Увидимся с вами На матче Cloud Liquid Который уже Имеет действительно Серьезное Торнирное значение И там команды В верхней части Торнира